Илья Давлячин, журналист телеграм-канала, можем объяснить. К нам присоединяется. Илья, здравствуйте. Анастасия Сергея, добрый вечер. Итак, когда же в России стала прослеживаться эта повышенная заинтересованность ко всякого рода гадалкам, торологам и астрологам? Ну, вообще, эта история берет свои корни где-то в середине нулевых. И понятно, почему вот оттуда все произошло. Потому что вот в середине нулевых в России происходила такая тенденция довольно любопытная. Был полный беспредел в полиции. То есть, ну, там в отделах полиции пытали, милиции тогда еще пытали. Но при этом преступления не раскрывали. В альтернативе этого появились различные там, допустим, телевизионные программы. Там битва экстрасенсов и прочее. Вот тогда это все стало зарождаться. Поскольку полиция не могла ничего раскрыть, люди искали какие-то альтернативы. И обращались, ну, вот в эту самую битву экстрасенсов. Прошло уже, дай бог памяти, лет 15. И как в полиции были проблемы, так и остались. То есть, надеяться на то, что полицейские раскроют какое-то преступление, бессмысленно. А уж если брать войну, обращаться в полицию, чтобы они нашли там вашего родственника, который пропал без вести во время вторжения в Украину, это уж совершенно гиблое дело. Поэтому, собственно, и вот сохранился вот этот самый интерес к астрологам, астрологам, гадалкам, экстрасенсам и так далее. И это, кстати, очень хорошо показывает, насколько люди одобряют так называемую спецоперацию, как постоянно нам рассказывают, то Песков, то там еще кто-то. Они настолько одобряют, что в коридорах у астрологов и экстрасенсов буквально не протолкнутся. Люди там стоят в очередях, чтобы узнать судьбы своих родных, которые пропали во время вторжения. Потому что понятно, что ждать ответ от Минобороны или от той же самой полиции абсолютно бесполезно. То есть можем предположить, что не ровен час, и в России появится еще один Кашпировский, который будет воду заряжать по телевизору. Слушайте, так а уже такое происходит. Вот есть, например, программа «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, который идет на втором канале. И там из 20 программ в месяц где-то 2 трети, там 12-13 постоянно связаны с экстрасенсами. Да, они там, конечно, воду не заряжают, но понятно, что это все совершенно антинаучная история, которая не имеет никакого отношения к действительности. Почему люди так делают? Ну, понятно, потому что, во-первых, недоверие к власти, а во-вторых, потому что нужно добиться ответов на свои вопросы. При этом, если это можно было объяснить, допустим, тем, что люди в принципе, вот в принципе они внезапно ударились в эзотерику. Но это не так, потому что вот по Леваде-центру, например, люди стали менее воцерковленными. То есть религии они стали доверять меньше, а при этом эзотерике стали доверять больше. То есть религия, официальная поддерживаемая Кривлем, в России сейчас не находит поддержки. А вот альтернатива, она все больше и больше популярна сейчас. А вот с какими вопросами идут к этим гадалкам и экстрасенсам? И кто чаще всего? Можно ли какую-то тенденцию проследить? Ну, в последнее время это действительно в основном родные тех, кто участвует в поражении, там, начиная от Багнера в цех и заканчивая там контрактами и мобилизованными. Есть еще один срез. Это те, кто не имеет отношения к войне. Это, кстати, тоже довольно интересная ситуация. Я ее наблюдаю, ну, где-то с середины десятых годов. Вот в социальной сети ВКонтакте есть целые группы экстрасенсов. И туда могут написать, например, родители пропавшего без вести человека. Ну, там, ребенка. Да или того же самого контрактника или вагдеровца, который поперся зачем-то на войну в Украину. Вот. И они там пишут. Найдите моего сыночка. Он пропал без вести. Жив ли он? И в этой ветке начинается обсуждение. Туда приходит куча экстрасенсов, которые пишут. Ваш ребенок там жив. Или нет. Ваш ребенок умер. И вот когда пишут, что ваш ребенок жив, и потом выясняется, что он умер, но это такой сильный удар. Но, еще раз, это не имеет никакого отношения к действительности. Люди просто пытаются получить ответ на свои вопросы, потому что понимают, что писать в Минобороны или в Госдуму бесполезно, потому что они там соврут. Вот есть депутат Картополов, который отвечает у нас за войну в Украине, за мобилизацию, за повестки и так далее. Этот депутат постоянно врет. Вот помните, была история с законопроектом об электронных повестках и повышении призывного возраста. Что говорил Картополов? Мы повысим призывной возраст с 18 до 21 года планку и с 27 до 30. Что произошло в итоге? Верхняя планка повысилась до 30, а нижняя осталась на 18 годах. То есть Картополов соврал, а призывать людей в армию сейчас будут аж на протяжении, ну, где-то, получается, 12 лет. Еще раз, доверять властям в России бесполезно. Люди это понимают, поэтому пытаются пойти к экстрасенсам, но те хотя бы не будут врать намеренно, если они там что-то придумают, но они хотя бы дадут какую-то надежду, в отличие от властей. Ну, тут могу с вами поспорить, потому что, ну, чаще всего экстрасенсы, торологи, все те, кто раскладывают эти свои пасьянцы на картах, это, ну, это мошенники, в Украине тоже они есть, и сейчас очень часто спекулируют на теме войны, когда, например, родственники в таком, в панике, в страшных таких своих состояниях психологических, пытаются найти своих пропавших без вести сыновей, мужей, обращаются к этим людям, или люди сами их находят, когда, например, там, да, в каких-то соцсетях ищут пропавшего, там, на фронте мужа. Эти экстрасенсы, так называемые торологи, астрологи, сами находят этих родственников и выманивают из них колоссальные суммы денег. Это тоже не про правду. Я согласен, что это не про правду, это про надежду, потому что надежды от властей российских, да, бесполезны. Это все абсолютно коррумпированная преступная история, которая, ну, показала, ну, они показали, кто они такие в последние полтора года. Экстрасенсы хотя бы оставляют какой-то люфт. Ну, то есть, понятно, что доверять им бесполезно, но, тем не менее, это какая-то надежда. Но, кстати, я заметил, что вот довольно часто у экстрасенсов, как ни странно, спрашивают люди, будет ли в России новая волна мобилизации. Ну, тут мы с вами, наверное, можем за экстрасенсов сказать однозначно. Уважаемые россияне, новая волна мобилизации будет. Ну, не зря они вводили все вот эти вот электронные повестки, вводили наказания, в том числе уголовные, если человек не явится в военкомат, а теперь вводят запрет на присутствие юриста в военкомате. Все исключительно ради того, чтобы ввести вот эту вот новую волну мобилизации. Хотя прежняя еще не закончена. Мы знаем, что Путин не подписал указ об окончании первой волны мобилизации. Вот экстрасенсов задают в том числе этот вопрос. И мы так понимаем, что экстрасенсы, ровно как мы говорят, да, будет новая волна мобилизации в России. Слушайте, тут вот в этой истории с повышенным интересом к астрологам, торологам, гадалкам и прочим шарлатанам поражает то, что российское общество, часть его в данном случае, оно верит в то, что, и оно думает, что нынешние проблемы его, этого общества и отдельно взятого индивидуума можно решить, вот, я не знаю, выкатыванием куриным яйцом. Но это же не так. Ну, очевидно же, что те вопросы, с которыми приходят люди, к этим торологам и гадалкам, и проблемы, с которыми они приходят, корень их не в курином, я прошу прощения, яйце, а непосредственно в Кремле. Ну, Сергей, я тоже понимаю этих людей, потому что, ну, сложно сказать, это Путин виноват, мы должны все выйти на митинг против преступной войны в Украине, чтобы наших детей не отправляли туда, чтобы перестали гибнуть мирные жители Украины, ну и так далее, и тому подобное. Проще пойти к гадалке, переложить на нее ответственность. Слушайте, ну, у меня есть даже в том числе несколько моих знакомых, которые пошли к гадалке, когда у них пропали какие-то вещи из дома. Ну, естественно, откуда гадалка какая-то знает, куда делись там деньги, которые исчезли из твоей квартиры? Ну, наверное, полиция должна объяснять. Но все-таки они решили пойти к гадалке, потому что рассчитывать на полицию бесполезно. Еще раз повторю, уровень доверия к власти в России падает, уровень доверия к пропаганде падает, уровень доверия к правоохранительной структуре тоже падает. Мы все это видим по опросам. Кстати, очень интересно посмотреть новый опрос, насколько вырос уровень вот к этой всякой эзотерике. Пока такие опросы не проводятся, но я думаю, что если условный Левада-центр проведет его, мы увидим там очень интересные цифры. К тому же сама пропаганда, сама пропаганда это все подстегивает. То есть еще раз напомню, что в середине нулевых началась вся эта битва экстрасенсов. Потом в России, я напомню, был целый телеканал переименован, появился первый мистический, или настоящий мистический ТВ-3. И с тех пор вот все эти 15 лет, вся эта история с мистикой, оккультными науками, эзотерикой, она только поддерживается. И Андрей Малахов, известный телеведущий, в последние месяцы прикладывает к этому свою руку. Ну, будем ждать, не знаю, появления какого-нибудь нового Кашпировского действительно. А зачем вы, как вы думаете, какие механизмы влияния на россиян используют вот таким вот способом российская пропаганда, вот эта мистика, эзотерика и всеми этими историями? Отвлечение внимания. Это обычное отвлечение внимания. То есть люди устали от пропаганды. Мы видим вот по медиаскопу, что серьезно упал уровень смотрения, например, всех этих помойных передач. Потому что 60 минут, время покажет, вечером с Владимиром Соловьевым, они все сильно просели. Потому что людям надоела вот эта вот противная жвачка, которая каждый день жует одно и то же и рассказывает, ну, про плакет украинцев, Великого Путина и так далее. А на фронте ничего не меняется. Россия так до сих пор не взяла, как планировал Владимир Путин, два региона, да, Луганск и Донецкую область, там еще и Херсон и Запорожье теперь. В общем, на фронте полный швак. Поэтому люди отвлекаются вот этой всякой мистикой, эзотерикой, потому что это такая, ну, очень простая история. Раньше отвлекали, знаете, в России были популярны различные судебные ток-шоу. Я так понимаю, что и в Украине тоже их часто показывали, там, детективы, суд идет и прочее. Все, эта история ушла на задний фон, потому что суду люди тоже не доверяют. Когда они смотрят вот эти судебные ток-шоу, они говорят, ну, и видят, что там якобы кого-то оправдали. И при этом знают, что в России процент оправдатель приговора в судах, ну, он ничтожен, он где-то 0,1. Поэтому суды ушли. А значит, нужно предлагать что-то еще очередное. Ну, Comedy Club как бы надоел, устарел. Поэтому решили пойти по самым простому пути, вот давать вот эту историю с мистикой, эзотерикой и прочими экстрасенсами. Вы вспоминали дважды шоу Андрея Малахова. Я вот не так давно видел отрывок из одного из выпусков. Тогда в студию пришел певец-пропагандист Шаман. И так, ну, как бы между прочим, Андрей Малахов упомянул о том, что Шаман родился с болгарской ясновидящей Вангой в один день, что якобы Ванга, значит, предвидела, что появится в России вот такой вот светловолосый там предвестник чего-то, непонятно, правда, чего. Это зачем делается? Зачем из уже и так, ну, вокального рупора Кремля зачем лепить нечто большее, делать из него едва ли не полубожество? Вообще, это для меня загадка. У меня такое ощущение, что там вот просто закончились какие-то, знаете, методички, и люди просто начали выдумать какую-то абсолютную ерунду, потому что обсуждать какие-то насущные проблемы уже невозможно. Ну, что, Андрей Малахов будет обсуждать, ну, допустим, зарплату Игоря Сечина, или он будет обсуждать, почему Россия обстреляла Чернигов сегодня? Ну, нет, он не будет это обсуждать. Вместо этого будут с какой-то очередной, там, третьей, пятнадцатой стороны разжевывать вот очередную какую-то ерунду про шамана. Они уже перетаскали всех звезд шоу-бизнеса, которые поддерживают войну. Вот там есть программа с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1». Там, я так понимаю, уже скоро начнут повторяться все вот эти вот звезды, которые приходят и рассказывают, как я возила гуманитарную помощь на Донбасс, как я переживаю за нас, конспирацию людей, которые там не участвуют. Вот это все уже настолько объелось и приелось людям, что начинается совсем какая-то трешатина, потому что раньше, знаете, был на Первом канале, был, пусть говорят, в вечернем слоте, но сейчас этой передачи нет, хотя она на время возвращалась, и там тоже обсуждали мистику, там вот постоянно что-то про какие-то пришельцы и так далее. И напомню, что РНТВ в России вещает, которое постоянно обсуждает пришельцев с планеты Нибиру, потому что еще раз, вот обсуждать что-то... А, до сих пор? Мне просто казалось, что это лет 15 назад уже закончилось, но должно было быть. Нет, господин Прокопенко и Анна Чапман не зря получают свою зарплату на канале, принадлежащем Алине Кабаевой. Именно для того, чтобы отвлекать людей. Ну, Алина Кабаева в телевидении ничего не понимает, потому что мы помним, как она вела передачу «Шаги к успеху», абсолютно бессмысленная, низкорейтинговая, скучная передача, и тем не менее сейчас Кабаева возглавляет целый холдинг, в который входит РЕН-ТВ с этими всякими пришельцами с планеты Нибиру. Но рейтинги, на самом деле, не очень высокие в этих передач, поэтому люди и их не особо смотрят, и в целом уровень телесмотрения в России упал. Он сильно упал у пропаганды, очень сильно, но он упал в том числе у этих мистических передач, хотя не так сильно в сравнении там с Соловьевым. Но что люди смотрят? Люди часто возвращаются и смотрят советские фильмы классические. Вот тоже решили пойти по проторенному пути и давать людям то, к чему они давно привыкли. Поговаривают ведь, что и Путин увлекается мистикой, шаманством. Их и на Донбасс приглашали, и в Ростов-на-Дону для проведения обрядов, чтобы защитить российских солдат от украинских «Хаймерс» ракет. И помнится, как испугал Путина поход этого якутского шамана на Москву. В кремлевской элите и лично Путин там тоже увлекаются вот этими всеми эзотерическими практиками? Там действительно вот есть какая-то такая нездоровая тяга ко всей этой эзотерике. Может быть, кстати, вот поэтому на российском телевидении постоянно туда таскают всяких экстрасенсов, гадалок. Причем они перетекают с одного канала на другой. В том числе и те гадалки, которые уже засветились в мошеннических каких-то историях. Тем не менее, все равно их таскают с ТНТ на «Россия-1», с «Россия-1» на НТВ. Может быть, потому что действительно в Кремле верят в эту эзотерику. Я не знаю конкретно за что купил, за то и продают. Говорят, что, например, Сергей Кириенко сильно помешан на вот всей этой эзотерической ерунде. Говорят, что Антон Вайна тоже что-то там верит в гадалок и пространство. Да, про Кучина тоже ходят такие слухи, но ни разу никто не видел, что к нему приходила какая-то гадалка, посмотрела линии по руке и на основании этих линий поняла бы, когда Россия потеряет Кирпсон. Не помогло в любом случае, Россия потеряла Кирпсон, как бы гадалку они там не звали. Спасибо вам, услышали Илья Давлячин, журналист телеграм-канала «Можем объяснить». Говорили о том, почему в России некий всплеск интереса к эзотерике среди россиян.